Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Метро, широкое развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий, приводит к тому, что в одном из туннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в туннель хлынет вода из Москвы-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Послезавтра. Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе. В одной части света все живое погибает от засухи, в другой разбушевавшаяся водная стихия сносит города. Близость катастрофы внуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период. Не угадает надежда. Высокий загорелый мужчина путешествует на роскошной яхте в теплых водах Индийского океана. Но идеалистическая картина меняется в одночасье, и герой оказывается один на один с бездной. Ради тех, кто остался на берегу, он вступит в схватку со свирепой стихией. Дикая. В центре сюжета Шерил Стрейд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери, и потерявшая всякую надежду на счастье женщины, отправляется в пешее странствие по территории Пацифик Крест-трейл, маршруту по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий. Но процесс этот будет отнюдь не безболезненным. Мой. Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и в мифологии разных народов, является история о Великом Потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покрал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Помпей. История любви раба Майла и благородной Кассии, обрученной с римским сенатором, на фоне извержения Везувия, которая навсегда стерла с лица земли древнеримский город Помпей. 127 часов 2010 года Неудержимый скалолаз и любитель спрятанных в каньонах пещер в очередной раз в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 127 часов без еды, без питья и практически без надежды выжить. Тут-то и проявляется сила характера. Цунами 3D Чудовищное цунами обрушивается на курортный город. Из морских глубин на затопленные улицы вырываются голодные и жаждущие крови акулы. Начинается охота. Оказавшись в ловушке стихии, чудом уцелевшие люди пытаются выжить. Сможет ли Джош спасти жизнь девушки, которую он всегда любил, но однажды уже потерял? Волна. Сигнал тревоги разносится над спящим городом. То, чего так боялись сейсмологи, сбылось. Сильнейший тектонический сдвиг вызывает обрушение горного массива. Теперь гигантское смертоносное цунами движется прямо на людей. Опытный геолог Кристиан Айкард оказывается в эпицентре самого страшного кошмара в своей жизни. Орлом Сан-Андреас 2015 года Рэй – пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды, он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его впереди. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok